Ирина Ивоварова. О чем думает моя голова? Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или неспособная. Но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. Она не решается, я говорю маме. Мам, а у меня задачка не получается. Не ленись, говорит мама. Подумай хорошенько и все получится. Только хорошенько подумай. Она уходит по делам, а я беру голову обеими руками и говорю ей. Думай, голова, думай хорошенько. Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Голова, ты почему не думаешь? Ну думай же, голова. Голова, пожалуйста. Ну что тебе стоит? За окном плывет облачко. Она легкая, как пух. Вот она остановилась. Нет, плывет дальше. Голова, о чем ты думаешь? Как тебе не стыдно? Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы ее, конечно, простила. Но разве она подойдет? Такая вредина. Из пункта А в пункт Б. Нет, она не подойдет. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмет под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет, Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть. Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грудь семечки. Теперь из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. А я что сделаю? А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает? Ага, она поставит пластинку три толстяка. Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить ее, чтобы она дала им послушать. Сто раз слушали, все им мало. И тогда Люшка закроет окно. И они там все будут слушать пластинку. Из пункта А в пункт Б. А я и не возьму и запыльну чем-нибудь прямо в ее окно. Стекло динь и разрешится. Пусть знает. Так, я уже устала думать. Думай, не думай, задача не получается. Просто ужас какая задачка трудная. Вот погуляй немножко и снова стану думать. О продолжении этой книги вы можете прочитать.